здравствуйте всем дорогие друзья всем привет с вами как всегда я лёха мой ник hard play вы находитесь на канале hard games все перепутал ну короче ты понял где ты находишься вот в общем-то у нас следующая серия тени бани располагайся поудобнее чай кофе хорошее настроение завезу надеюсь вот мы тут счетом подумали ты меня спрощишь кстати какой чат ты ведь смотришь это на ю тубе мы кстати все на возле это смотрим платформа вас ссылочка внизу в описании очень быстрая регистрация заходите я здесь постоянно стримлю каждый день также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал hard inside в котором есть оповещение обо всех стримах инсайдах из моей жизни и съемок ребятки сразу скажу спасибо за лайкос давайте чай кофе и мы решили вот с ребятами все таки колесе полиночка ты эта девочка это понятно пойдем давай колесе застегнув рюкзак я сбежал вниз по ступенькам снова оценил обстановку во дворе уже через окна вестибюля никого подозрить входные двери скрипнули звук напомнил музыку из триллера такая высокая нота предшествующая напряженной сцене я шустро обогнул школу стараясь не попасться никому на глаза и школьной столовой пахло выпечкой и жженым сахаром я замерз увидев силуэт в окне второго этажа наверное это полина чуть склонив голову скользила смычком по скрипке жаль мелодию не слышно да и полина просто темный обрез рисунок на желтом окне листа не хотя я пошел дальше ты жив может быть не стоит туда идти чит за мужик за углом на школьном стадионе веревочная сетка футбольных ворот вздувалась и опадала ветер гонял по полю белые смерчи где-то неподалеку шумел невидимый трактор спугнувший стаю каркающих ворот звук мотора напомнил рев голодных зверей гнавшихся за мной по снежным пустошам вновь вспоминалась эта странная лиса со своей маской сейчас при свете дня было очень трудно поверить в ее существование как она там сказала на заднем дворе возле повешенного кстати что за ерунда какого еще и извините силуэт скрылся за углом и зашагал вглубь школьного тупичка этом за ним расставил сигаретный дым ребят на донатике сейчас отвечу это был кто-то из взрослых может учитель а где все обозначение то я посмотрел на стену она просмоленной полосой была нарисована пуля пляшущих петля человечек это раньше виселица игра называлась виселица игра называлась ты отгадываешь короче слова ну и если ты долго его не отгадываешь что типа человечек если повесился то ну или повесили человечка то типа ты проиграл короче с детских времен я думаю многие вспомнят кто-то играл здесь виселицу вокруг человечка каракуле побег страх правда вот она моя я не сразу понял откуда звук в ночи взгляд заметался по безлюдному закутку на задворках школы по окнам отражающих солнечный свет по снегу моя 11 грубых задрожал словно вулкан перед извержением я сказал не зря за лесу и пашни ща бы с полиной стоять и сопли шевали инфаркту деда ты чего совсем что ли блять я отъехал не успел я помнится как белая корка лопнула из-под снега выпрыгнула леса она грациозно поклонилась нас наслаждаясь произведенным эффектом снежок серебрился на ее шубке я не представлял что мысли о хвостатых девочках могут быть такими всем косплеер шим мое почтение шо ж мы зря на игра мир шиль ходим и на всякие там стрим фесты где говоришь у тебя хвостик то там даже не знаю с чем и сравнить за разными ядовито-сладкими она хихикнула так задорно что я невольно заулыбал себя резво зачерпной в гость снега я скатал снежок и зарядил им в алису а это мужик в маске маньяк она попыталась увернуться но было поздно снаряд угодил плечо бунтарь бунтарь лесоплавно отпрянула вооружаясь кто мы кто мы-то поехавшие мы здесь вдвоем с тобой кто мы ответ на снежок прочелте прочертил дугу между заснеженным двором и вороньем а извините враньем реющим над нами я хотел пригнуться но поскользнулся и упал на колени я и моя шиза я горит и мой батя маньяк я пока поднимался снег прилетел прямо в лицо а полил холодом щеки от досады я вырвался на всю улицу словечки из песен сектора газа с кассет что я слушал тайком от родителей будь рядом по то папа он выкрутил бы мне уши чего чего амата он не терпел изъяснялся исключительно литературным языком о о таких я люблю вот он вот про кого я вам говорил всегда а вы мне не верили вот они теотралы да да достопочтенный сударь уберите свой половой орган от моих губ и от губ моей жены потому что вы нам мешаете проходу конечно конечно проходите но не мог бы я сношать вашу супругу на ваших глазах конечно мы же с вами гусары о боже ты совсем что лили чего ладно тебе спасибо проси прощения не больно же совсем она сочувственно отряхнула мой воротник взяла за локоть и помогла встать аккуратно с недетской заботливостью сняла маячки сдула с них снежинки а затем протянула обратно 11 тоже души меня называли только близкие люди я даже настоящего лица ее не видел не знал ни фамилии не класса не то есть ли у нее хвост под юбкой обошу под шубкой прошу прощения продолжила еще отыграться мы хотели поискать вову помнишь лучше поторопиться а то меня родители станут искать и садим инфра тивно зевнула родители как скучно да не будьте таким занудой давай чуть-чуть поиграем все равно тебе дома тосклива а ты откуда знаешь тоже мне тайна со взрослыми до в четырех стенах тоска смертная всегда у меня от стены взрослых нервный тик вот она задергала мохнатой лисии бровкой я не искренне хохотнул не решив до конца смешно ли это вот так шевелить частями маски ну уже тоже решайся я же вижу ты хочешь поиграть и если победишь и готова я вам сказал нахер эту полину а вы мне шоу в начале серии дизлайк дизлайк папа шарит я вам всегда говорил на потоках что деда онга и херни не скажет что он вам говорил что рыжие да любят больше всего этот а почему это плюс 8 а может быть это учительница за маской прячется а это мужик рыжий тихо дурак лисичка приблизилась плотно и встала на цыпочки едва не коснувшись шершавым носиком моего лица в глубине в глаз лили веселые огоньки плахала от нее чем-то приятным ягодно приторным возможно так пахнет независимости настоящая свобода что совсем дурной что когда у тебя всех хлопот что беситься и уплетать конфеты горячий шепот влился в мои уши я думал мы в другую игру будем играть есть что тебе показать я вам лайк с вас на эту серию согласись сейчас мне лисичка покажет свою норку прошу прощения ребят тихо нет хватит дураки найдем твоего лову извините пожалуйста внутри у меня жалость пружина это понятно что там пружина уже наверно пол бы стучит в животе заныло не сказать чтобы неприятно как же странно сколько я болтал с полиной а теперь алиса тащит куда-то чувствую сейчас на флейте возможно даже игра начнется чувство такое будто я расщепляюсь раздваиваюсь как могильные кресты на той жуткой пленки но не порте ёпта а а если проиграю я в игре а там мужик 40 лет свой с морфом и вот такой вот шляпы засмеявшись она махнула подолом побежала к дороге по которой мы шли в школу и и обещание чуть ли не угроза загипнотизировала меня я нагнулся и зачерпнул снег вот бы у меня вот было бы у меня специальное устройство чтобы распознать когда шутит алиса когда говорит всерьез ты можешь за ней просто развернуться и пойти дурак или у таких как она всегда третий вариант между шуткой и правдой смехом и горячим дыханием на ухо я хотел победить я бы тоже если честно и я бы победил бы кстати стран наказать ее за быстроту и свободу который слишком много для обычной девочки азарт любопытство и что-то еще что-то неясное завладели моим чувством не опьянили если окажется что на лисичка это директор этой школы я даже не удивлюсь 40-летняя такая милфочка хорошая как мама стифлера в евротуре кто этого ждет плюс чат и я надеюсь разрабы увидит и сделают серию версию 18 плюс я жду как тогда когда я наелся вишен из маминой наливки да из какой ты нахер наливки наелся вишен дурак собирайся иди за рыжий бестий кукак какой наливки какой вишенки то наелся у мамы лежал сомкнув веки а кровать вращалась подо мной голова ходила ходу дом я раз помню тёрна наелся и не кровать а белый друг деревенский ходил подо мной вот это вот я помню наливки он наелся я сплюнул вытер губы поиграть хочешь лисичка сестричка давай поиграем и это у каждого свои игры маньяк наверно в шоке думает нихера ты пацан чудишь нормально нормальная такая школа да да не сплевывай неуважение в следующий раз он сердца вообще никак осуждая вооружившись снежком я ринулся за беглянкой смотри сейчас ему этот семён смотри всего-то бревна занесенной снегом крикнешь залают цепные псы люди высунуться в окна фигурка алиса маячила впереди дразнилась но швырять нее снежком с такого расстояния было напрасно только зря снаряд бы растратил вдоль расчищенной дороги замаячили искалеченные морозом березки у деревьев высился огромный снежный холм видимо сюда трактор завозил снег со всего поселка в такой горе спрячется целый выводок лисичек нет подумалось лисичка одна не бывает второй и и одно это слишком много слушайте но у меня тоже иногда кстати мысли проскакивают насчет там двух лисичек там но это я в телеге вам расскажу возле рощицы бегала моя вторая утренние знакомые дворняга с озябшими лапками принюхавшись она пометила гусы и кусты смородины и шустро засеменила к другим алиса вынырнула из-за холма собачонка на подняла уши одобрительно гавкнула побежала следом мы мчались все дальше изредка обменивались свежими залпами хохочая спотыкаясь впереди роз поднимают до низких облаков зимний лес мы достигли его тени костистые почти осязаемый лиса юркнула за исполинскую сосну явно намереваясь не совпят на подобраться ко мне со спины мне нельзя в эту игру играть досыпать снега за шиворот дорогой горит может быть ель или сосну но горит сосни потом и елку купить все тихо это был ребята я прошу прощения это был хороший план соглашусь на ее выдавала жулька крутившиеся рядом отломив сухую ветку я решил действовать еще хитрее оглушить лесу насадил на сучок шапку и поднес к сосне это ты да да я пускай решит что это моя голова а высовывается из-за ствола чтобы не рассмеяться я прикусил губу прыгнул с другой стороны пульнул снежком в упор наверное алиса сразу раскусила мою уловку но позволило мне победить со счетом 31 я был ранен в ногу она даже с простреленным животом и груди стекала передо мной выдуманной кровью и молила о пощаде давя смеху ну извините у всех ролевые игры свои я вам еще раз говорю полина бы такой контент не выдала не надо мне рассказывать вам задрот на девочки на скрипке играет а вот я все живи спасибо добрый рыцарь она притворилась что кланяется мне схватила полной горсти снега и как умирающий воин в последней отчаянной попытке метнул их меня я легко уклонился гагочи и возмущаясь одновременно добил воительницу двумя прицельными выстрелами петра батт Ребята, я прошу прощения Это просто настроение Какое-то странное И в чате пишут А тут маньяк задумался Все Продолжаем Живи-живи Научил бы меня жить Раз умный такой Молчи, ты умерла уже Тоже мне помеха Давай сыграем в кое-что Поинтереснее Давай Выстрелив слепую Она накинулась за деревья Раз, два Прилети, сова Три, четыре, пять Время поиграть Я неуверенно двинулся к бурелому Шесть, да, шесть Дыбом волчья шерсть Померещилось Что я действительно вижу хвост скользнувший по кустам Будто привязанный Я бросился Туда, где ветки схлестывались Помогая лисе прятаться Приходилось раздвигать их Рвать точно паутину Ветви пружинили в лицо Но не били А словно гладили по щекам Я вспотел, но сил Оставалось предостаточно Врёз лисичка Поймаю тебя Голос Алиса плутал за буреломом Семь, восемь Бьём копытом оземь Бежим, пожалуйста, отсюда А я тебя недооценила Немногие так говорили Думала ты просто мальчик О, нет Уверены, что она стоит за чахлой осиной Я выскочил наперерез Здешняя акустика обманула Теперь её голос журчал слева А ты зайчик Я же тебе говорил Я тебе чё говорил Всё это время О, я же вам говорил Вот Лишнее подтверждение Заподъехала Это про тебя Про тебя Шустренький, хорошенький Я же говорю про тебя Щекастенький Снежок вылетел из тёмного укрытия Просвистел на дух Я тебе дам, зайчик Дай мне, зайчика, дай Дай мне, зайчика, дай Ну ладно Яркое листье шубы мелькнуло возле трухлялого пня Я стремился туда, перепрыгивая через ров Сальчик, выходи скорей Мясом накорми зверей Самым важным для меня сейчас был меховой воротник Рыжающий За очередным деревом Куба моя задрожала, как у настоящего загонщика У почуявшего добычу Рывок колеса в моих объятиях Гладкая, желанная Все, 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 ты победил Ты слишком быстрый Слишком сильный Но извините Слишком Как бы первый раз он всегда, да, как бы Да Как говорится Важно не эта скорость, а этот Сам процесс Раса, все, о чем усолит-то Еще там Раса, все и побежал дальше Довольный я Подбочинился в ожидании награды От побежденной Но вместо приза получил подлый снежок В свое напыщенное лицо Дура Заливаясь хохотом, хитрейшая из хитрейших Рванула, прочее Я даже не думал сердиться Вот чтобы ты не стал Надо догнать Алису, опрокинуть ее оси Но это не я придумываю, но это написано Кто бы опрокинул Алису лайк, поставьте Я просто посмотрю, сколько нас таких Надо за меня тоже пару влепить Оторвать ее маску и увидеть все Бедный зайчик прыгает Возле мокрых сосен Страшно в лапы волку Серому попасть Думает о лете Прижимает уши На небо коситься Небо не видать Небо действительно исчезло За навесом крон Я ориентировался по лаю Глупой жульки Что не отставало от хозяйки И настигал А под ногами мелькала та самая тропинка Что я представлял В школе Оказывается, нестись во весь опор Так легко Скорее, выше, быстрее Мне казалось, внутри отворился Какой-то потаенный ларец С новыми возможностями Мои мышцы гудели Легкие увеличивались А я сам будто стал сильнее Даже зрение обострилось Я видел каждую леденелую веточку Каждую зазубрину на коре У кустов валялось что-то пестрое Деталь одежды Еще одно цветастое пятно Справа Алиса скидывала из себя вещи на бегу Алиса скидывала из себя вещи на бегу Как шкуру Я окрыленный Стащил зубами варежки О май Раздеться полностью И отдаться ветру до остатка Прикинь Шестиклассник за маньяком В лисьей маске Бежит с писюном наперевес Зимой по лесу Ты представляешь эту картину Скорее Я потянулся сбросить шапку Махом откинул все Что мешает бежать По нескончаемому лесу Рюкзак тормозил Я швырнул его снег Вместе со всеми ручками Карандашами в пенале Цветными тетрадями В линейку и клетку Со всеми рисунками на полях И динозавром для Оли Оля И вдруг в голове возник Отчетливый образ Сестра завстывшая у окна В предзакатном свете Маленькие детские ладошки Прижались к стеклу И согрев его Отпечатались Она бы согрела так целый мир Оля смотрит на тайгу И повторяет мое имя Тоша Я остановился глубоко вдохнув И понял, что Как-то все это самозбродно и глупо Раздеваться в лесу Догола в погоне за лисицей Ты только это понял Ты бежишь уже С писюном наперевес Полкилометра Я вернулся за рюкзаком Будто за оброненной частью Самого себя И снова вспомнил Как сестра не любила Оставаться дома без меня Умоляла Вернуться после школы Как можно быстрее Что ж я за брат-то такой Бегаю по лес Которым сам же пугал сестру Веселюсь, когда из-за порог Запрещено выходить Сиди в клетке, Оль И смотри в сотый раз Одни и те же мультики Тоша! Да, Оленька Ты как с ней разговариваешь-то? Тоша, а куда? Зависуй Куда так скачешь, чмошник? Пам-парам-парам Парараратам Прикинь картину Полуголый тип Бежит по лесу Этот выходит Из вечной темноты За соснами Как дикари из пещер Вышли ухмыляющийся Семен И его Гогочущий шайк Ну, здорово, Антошка Здорово, епта Борт фейк Здорово, щеглы Не вышло Сдрыснуть, да? Опа, забивны Очкарик, забив старик, на Ха-ха-ха Здорово, я тебе словно хищные стаи не окружали меня вынуждает пятиться но шибанул запах пота и табака во рту стало кисло словно я лизал батарейку канты лизал батарейку за столом сидели я сумку угощался шо шо алиса а все имя спутницы превратилась ставленные сипение сосны качались молчаливыми стражами взгляд мой заметался я так мечтал увидеть за деревьями лисичку ждал что она придет на помощь лишь ветер отвечал на мои призывы где алиса что вы с ней сделали я вздрогнул когда услышал свой голос он был неестественным свирепым и пугающим какая алиса стране чудес и у тебя чел кукуха поехала нет я играл с лисичкой которую вижу только я и что не сыща в миг вылечим здоровяк сплюнул сквозь щель в зубах и резко толкнул меня так что я впечатал со спиной в дерево на как полегчало я бы на его месте снял штаны просто и все не точу неужели неужели алиса специально заманила меня в ловушку к этим уродом нет не верю не желаю верить глядить к пацаны а здесь он не такой борзый как в школе короче на превьюху надо поставить вот эту всю картинку и знаешь как написать название будет серии мой первый забив до забивные сука приезжая не на того руку поднял шестом классе печаткой печатка чё дает плюс 300 к ловкости 400 к выносливость чеша он уже сдвинулся на меня замахнувшись стоп пехота внезапно другой хулиган спортивных штанах оглушительно свистнула здоровяк покорно опустил занесенную руку это было неожиданно главный в банде оказался не бабурин на деле все слушались этого похожего на хищного зверка понижку с крепкими и острыми зубами бить не стали видимо собирались для начала поглумиться лишь гандон батькович это что ли твоя алиса я только сейчас заметил рядом с собой дрожащую от холода жульку на шерсть которой налипли комки снега хулиган присел на корочки жестом поманил собаку а вот собаку трогать не надо другалек а ой ты батюшки алиса ко мне . блохастая собака не навострив уже облизнулась и стала осторожно приезжать сюда иди иди дам кое-чего не успела собака принес как живодер схватил ее за ухо и с размаху пнул под хвост так что она полетела скуля в ближайший сугроб бан вся банда взорвалась смехом у меня сердце обледенело даже птицы вершина ветках отозвались испуганным играем боковым зрением и заметил будто кто-то промелькнул в обманчивых сумерках спящего леса или просто кусты на ветру шевельнули за индивил ими шипами веток ромочка да минус на минус да поему там лишнюю хромосом ушли каждому закинули леча но дворняги уже след простыл чего ты баран в толку его на очкарику где его место только так чтобы он понял ага за ним кофе окна этот очкарик тебе при всем классе все да без б еще все стоишь что дурачок в яйца с пырца и все семён демонстративно поднес к моему лицу весистое кольцо печатку с каким-то геометрическим символом порошник я тебе этой печаткой так заряжу клейма на всю жизнь останется а и потом палец свой ты будешь себя вправлять очень долго дружочек стать акте просто к слову куда подевались моя потаенная сила и храбрость я просипел стоя голова ботнулась врезавшись кулак семена красные искры брызгнули из глаз смен грубо толкнул меня навстречу подонку с раскосыми глазами этот подставил подножку я упал на острую курку я толстак тут же не ступил на мою руку не давая подняться из горла вырвалась вырвался болезненный стон ясно вот она поколение пепси это ваша у нас все было нормально раз на раз или там класс на класс нас всегда все было четко забив так забив нормальный правильно а это ну шо это на юта а ты случаем не педик о боже от злобы и обиды я начал задыхаться больно расслала ухо пульсировала и пекло точно его отрезали на поверх а поверх пришили ком крапива молчишь антошка нож из рюкзака взял как рэмбо первая кровь потом заточку из ноги вот минус 3 мне плевать у меня справка в больнице полежу все отвечать да ты тут совсем дурак что тут я почувствовал чистую незамутненную ярость концентрат моей злобы как чернила с прута она всплыла из глубин сознания заполняя все мои мысли нет мы с ним к маме твои ходим поэтому нет это стало последней каплей страх и злость цепилась внутри меня словно бешеные собаки занимался поняли яска кишинкой будет еще воевал таких как вы закрытыми глазами убивает я только слово скажу он ромка поднял руку остановив поток лжи и сделал пару шагов вперед смен медленно отступил дав невозможность стать неужели поверил или его смутило мое перекошенное от ярости лицо воевал говоришь мой батя тоже воевал в афгане а твой и мой да и в каких войсках интересно в диванных епта я замялся страх вцепился в глотку злости и пустил и кровь да он фуфло гонит ромка ты зубы иди вставь дурак фуфлу гонит я буду на думал меня так просто развести я тебя с ученка насквозь вижу лица ромки появилась гадкая улыбка ничего хорошего это не предвещало и сам себе приговор подписал школе тебя училка спасла ну а теперь ну что все что что силы вы потом в школе просто подходишь аккуратненько каждого по и пи понимаешь у меня что такой ходишь молчишь 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 долго понимаешь такой вот ходишь 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 потом самый момент когда он не ожидает с криком дядю почь блять как папу боковиночку второму толстенькому по печени дядь печь нормально искал скажет и ёпта ясно сидел бы ниже травы был бы целочкой шутки дальше нужны про ту самую жирного стукнул одно дело но про афган пиздеть где мой батя под пулями долг интернациональный в дождь и марго блять начали за обычную драку блять закончили за афган причем здесь вообще афган господи сема ушатай-ка его доставать травмат эти грю молча просто или у меня горит погоняла перец всегда было почему горит а потому что перец хулиганы хулиганы и вновь замкнули кольцо и оказался напротив семена кровь стучала висках ветки качаясь да какие нахер ветки качаясь начинаю же чем делать а обнадеживали с нефтал зубы борясь смысле что выгляжу глупо я встал боксерскую стойку а по так конор сущность конора который частенько видел в кино это была моя первая драка запомню на всю жизнь если конечно не сдохну сейчас краем глаза заметил что тьма вокруг нас снова зашевелилась будто в ней кто-то ходил туда-сюда я почувствовал клешни ромы схвативший за портфель манатки антошка манатки чугоб стоп что махаться мешает я предлагаю до трусов раздеться чтоб но на равных я был уперся не желая подчиняться мерзавцу но он ловким движением выводил из-за пазухи нож бабочку и демонстративно крутанув подставил остриёк моему горлу чего шестой класс слышь про и расслабься а то больно будет какой нахер фраер в шестом классе угораешь что вместо слов я выдохнул клуб пара ромка же дернула за всех сил а рюкзак перекочевал к нему бальяжные спокойный 90 до гони вы не было такого хорошего чего горает что я 87 сам года рождения с ножом шестом классе у нас тут ходил у нас все за партами вот так вот сидели слышь еще угорает что противно скались он заглянул внутреннюю имею в этих классах по крайней мере ты от нас что-то скрываешь да у меня в школе какая-то крыса сменку подрезана ща поглядим может это был опачки ромка многозначительно ухмыльнулся а что это у нас здесь воровство группы лиц по предварительному угрозы убийств у меня два ножа было три ёпта учебник тетради полетели на снег хулиган держал в одной руке портфеля в другой что-то странное напоминающее скажи мне зачем ты в школу с тобой маску носишь он поднял и высоко словно показал кому-то еще кроме нас кому-то в крона в сумерках за деревья старая маска зайца длинные потрепанные ушины два заметно нарисованные нос и усы облезлый мех на щеках откуда и было взяться подбросил кто еще толстый смеешься новый год уже прошел мудила или ты реально поехавший орально это не мое они также говорят в чате все кто сейчас смотрят тоже горит от не наш как не твоя твоем портфеле лидал она ромка наблюдал за этой сцены и хитро улыбаясь а знаешь что надевай зачем надевая говорю попрыгаешь перед нами зайчик давай давай или без останов домой пойдет на только не это а если мимо кто-то из нашего класса пойдет тогда те жизнь спасут тебя не смущает тебя другое тебя другой не смущающий перед тобой с ножом крутит нет не надену сама на день к на него яша услужливо подскочил к приятелю взял облупленную маску отвесил шутовской поклон затем передал ее семена уже потиравшим руки с нетерпения я оглянулся на сосны он и ждал помощи ждал что тени ползающие вокруг нас жалится и займут мою сторону ветви напоминали изломанные под страшными углами руки почернивший колу кора была обварившийся кожей отьма гарью чуть не убегу не успею догонят и тогда только учтись сема если он скакать не станет ты сам за него поскачешь этот чмошник и не станет да поглядя на него он же дурик конченый этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил да да я ромка прав давай толстый восстанавливай авторитетно или сам у нас запрыгаешь так что тетяндра цепится значит он и вправду боится ромку семён выругался под нос злобно взрыгнул на меня чего-то девай дурак попрыгать то чтобы маска хорошо налезла смачно харкнул заячью морду и поднес маска моему лицу и бог был похож на раздавленного паука ромка как-то по зверинам и дернулся скривился хотел что-то сказать семену но промолчал все матерся рядом омерзительно скались опаляя меня воню из пасти надевай бара от ура я маска словно бы стала еще отвратительнее злее но вопреки всему казалось она могла подарить спасение стать второй кожи только примере только коснись лицом и твердый бугристой поверхности и мех засеребрится уши затрепещут живыми мышцами что реально больной на всю голову или чё какие уши затрепещутся какие что стоит надеть ее семена с компанией не станет навсегда от веточку и сейчас личность проснется конора макгрегора так звоните в новосибирск тут забив реально сейчас жестко начнется почему-то ромкина недовольство семеном меня расхрабрила опа поехали что-то у них было не так банде старые разногласия меня бы а мне бы расковырять эту рану пролезь бы в головы черепавых теплые мозги знаешь что 7 по цену и мою залупа собственный голос ровный твердый удивил меня я сделал шаг вперед и тихо спокойно отчеканил машина кролл убийца возвращение легенда часть 8 мир словно поставили на паузу а через несколько секунд разморозили строчки семена расширились маска выпала из мясистых рук он некоторое время отупленно переваривал услышанный будто тужился решится в уме блять будто оттужился решить в уме сложное уравнение судя по пульсирующей на лбу вене ответ приводил его в бешенство остальные молча наблюдали за нами предвкушая скорую расправу в деревнях зазвенел ледок срываясь с ветвей звук напоминал мелодичный смех и тут я услышал шепот из крон из нор и лесных берлог у табо алиса притаившись сугробе словно суфлер из будки старался достучаться до меня не испуганная с веселым гневом в голосе так представлялся мне этот тихий гул я уставился в проем между деревьями а мелькнула рыжее пятно леса настоящая обыкновенная леса выступила из-за кустарника я моргнул ошарашено животное припав на живот правило меня горящими глазками пушистый хвост сновал по снегу разбрасывая белую пыль на меня смотри падла но я смотрел мимо на лесу которая улыбалась мне оскалившись она рынула рыла на русу гробе двигала лапами так будто танцевала это точно леса нет острой морда была в снегу усики подергивались оскалившись леса обнажила чистокол желтоватых зубов леса припала передом еще ниже к земле сверкающие ложки глаз налились расплавленным серебром я перевел взгляд на перекошенное лицо семена что-то рычал я не понимал что леса пошла задом наперед и скрылась темноте а известно на меня вдохнуло шепотом скажи ой я кнопнул рукой по щеке прогоняя чужой голос но смысл послания остался на подкорке подсказка мой шанс я уставился на переносицу крюк еще от злого семена и проговорил заткни свинья семена будто парализовала словно экроссенс алан чумак загимнотизировал его лишил воли во рту возник привкус алисиной жвачки ягодной терпкий я словно вытянул карту из-за сальной колоды она оказалась козырной мозг работал на пределах возможностей словно киношные титры помелькнули блять промелькнули слова полина о том что после переезда характер семена испортился пазлы сложились козыр полетел в прыщавую физиономию я говорил вальяжно растягивая слоги есть у меня подозрение ты не просто так перевелся в новую школу сбежал да как крыса сбежал потому что сверстники бывают жестокими с теми кто не такой как они с теми кто толще их например слабее и ты решил издеваться над другими как издевались над тобой я увидел как дернулся кадык семена словно перезарядили помповую винтовку ты отыгрываешься за старые обиды хочешь казаться тем кем не являешься но знаешь шерлок ничего не меняется по щелчку пальца знаешь кем ты был терпила это я затыл дыхание слушая наслаждаясь знаешь кто ты есть пацаны я шагнул было к приятелю но ромка осадил его хлестнув властным взглядом отритировался сунув руки в карманах продолжай тоха слова ромки рикошетели от шершавых стволов знаешь кем ты будешь всегда семён беспомощно озирался второе имя настоящее которое дали тебе одноклассники очкошник и ромка и бяша смотрели на семена как на добычу даже показалось что облизывали свои сухие губы и ветер тоже облизывался гоняя вдоль дороги мои разбросанные тетради мой громогласный крик эхом полетел по лесу деревьям и оврагом он понравился эхо повторила удвоила утроила возглас рома оскалился блеснув зубами руки семена упали по швам глаза намокли а я воспользовался преимуществом я все я про я все сказал я вам что говорил а из угла у так поднял а хорошо нет зашла ударился всего маха правый похоронный мне ачивку дали гораздо сильнее чем первый раз школе до хруста печатал кулак в его испуганную физиономии прыща вы щека заплясала под костяшками как поверхность киселя охнув семён плюхнулся на заледенелую дорогу он держался за ушибное место не понимая что происходит и как так вышло и глядя на него я понял что я улыбаюсь толстяк наконец очухался вскочил на ноги искорчив яростную гримасу бросился на меня с кулаками но я разгоряченный игрой в снежки ловко увернулся он полетел на снег неудачно приземлишь право на кучу свежих собачьих какашек обиженно взвискнух ай красава тоха думал ты сосунок а он как жердяев дел называйте мне сегодня тоха смен захныхала осознав всю гибельность своего положения но то что ты искупался в каловых массах она меня убьет когда увидит чего ты там скулишь тебя с парашей не слышно нормально я сделал сейчас пансонетом нормально 0 5 95 нормально я старался просто уже голос садится тщетные потуги семена снегом очистить дубленку вызвали у даши приступ веселья я тоже улыбнулся криво она вставай скачи как зайчик только желательно подальше от от тебя уже дерьмом несет его красно-зареванные глаза остановились на мне успел я стереть улыбку с губков семена летел коршуна вцепился мне в лицо с крюченными пальцами и обгрызанными ногтями я пнул куда-то слой жира под дубленкой и мир лишился четкости расплылись контуры черных деревьев за туманью лица одноклассников все на это скажешь он победно поднял руку с моими очками внутри мув длился недолго два расплывчатых силуэт и выскочили вперед бывшие семена дружки слушайте хорошая добрая игра чисто чисто знаете вот так вот добрая хорошая игра такая нормальная чисто вот я не знаю это бой про мой город что ли игра чешу я не понимаю это у нас просто же культурные столицы подмосковья город клинут вот пожалуйста я услышал знакомый до боли звук на семена посмысленность по блять посыпались смачная плевухи не попался поступаешь гнида гонили за нас венцы судя по ухам и кряхтению семенов на уговору друзей он не поддавался окуляры верни падла крупная фигура барахтающих снегу кое-как смогла вырваться из-под града тубаков и бросился на утек быстро расставив потемках завтра в школе тебя выцепим хрюндель и окуляры от зубастые не даст соврать осуждая ромка и биржа начали швырять глибу льда вперед убегаешь семена потом вместе страшно закричали за причитали глумли захрустел снег запыхавший серебря то приблизились ко мне и наконец мог разглядеть их прибавившие в резкости речки были ромка выругался гандон этот стащил так как я без окуляров то пацаны лучше ты молчал нет все таки лучше ты молчал что он точно в ту школу ходит иены в королеве 2 обзавидовались бы этому смену и дела тоха ты без очков хоть что ты видишь на нахер его знает он зубастого вижу тебя смутно немного зубы выдвинулся выдвинулась рука с красным прямоугольником роба предлагал мне сигарету угощайся я прищурился селись различить марку табака хотя совсем не разбирался в сигаретах и ни разу не курил да и начинать не хотелось интересно будут ли они со мной общаться если не перенимать все их привычки олигарх поколебавшись я покачал головой а ты в глаза долбишься и этому зубастому еще бам не видел как он семена четко еще один фейерверк со спецэффектами елта как у меня малой тоже ягодь со спецэффектами вертушка будет как этот ван дам юпта тогда уж иван драга чего курим одну на двоих гани жигу ромка губой подцепил сигарету бешу суетливо шарил по карману в поисках зажигалка чай сказать хотел не держи зла брат не брат ты мне вообще-вообще ладно я в конце серии скажи вас проверяли а то очки эти еще и маска я шучеркнул с длоровенной отбились сигарет полу и ромка смачно затянулся кстати ромка зовут он пожал мне руку сильно до боли сдавив пальцы его сорваны сухие мозоли на ладошке говоришь он носит спортивный костюм не просто так это вот бяша я уж понял ты не очкой со свиньей мы лично пообщаемся он выдохнул мою сторону клуб дыма отчего я тут же закашлялся пойду пока сумку заберу а кто соберешь что ты же не видишь ни хрена и алё вы хоть до дома проводить пацаны но как-то но некрасиво я нагнулся за выпутывшим урезоком и его содержим надеюсь что новые приятели исчезнут когда я повернусь но они так и остались стоять передавая друг другу сигарету два низкорослых силуэт с блуждающим между ними огоньком на фоне сосновых столбов они ждали пока я соберу учебники и перешептывались говорили в основном говорил в основном ромка бяша лишь шмыгал носом и адап одобрительно мочал и тут среди припорошенных снежком тетради я вновь увидел ту старую потрёпанную временем заячью морду из папье-маше ну что серию мы назовем наш первый забив получился очень долгая серия на прерывать ее было грешно на самом деле но наш первый забив это сто процентов просто стопудово и хочу сказать следующее очень очень интересную вещь вы заметили то что он как сказал мы проверяли типа тебя на вшивость да то есть он говорит мы проверяли тебя на вшивость но при этом смотри они впряглись за очки то есть у них вроде как есть какие-то свои понятия какие-то свои устои так далее и тому подобное и бить они меня кстати толпой не стали кстати компании понятно что плохая то есть но по-хорошему компания плохая понятно что это такие местные гопники но бить они толпой меня не стали мы с вами до мужика ворвались собака очень жалко да и дизреспектом но посмотрим посмотрим как дальше сложится сюжет ребята напишите ваше личное мнение если ноут без эмоций без всего так разложить в комментариях обязательно почитаю очень интересная такая прям насыщенная серия не все-таки не зря я выбрал алиса это сто процентов прям очень крутая серия по эмоциям ставь лайк подписывайся на канал ссылочку на плейлист на предыдущей серии ты увидишь внизу в описании удачи